добрый вечер дорогие друзья спасибо олег сошников он уже запустил запись я уверен надеюсь и уверен что сегодня я обещаю на площадке где более-менее все с техническим обеспечением в порядке приношу свои извинения к сожалению такова реальность в мире в некоторых странах причем не самая последняя гостиница но не удалось толково вещать ресурс таков какой он есть и как мне потом объяснили что в первую очередь это было связано с тем что гостиница часто более шести раз в тот период когда у нас был час вебинаров должна была переключаться на дизельный генератор а это снимала весь прочие ресурсы и обеспечивалось самое необходимое то есть мы это даже не чувствовали что свет пропадал а тем не менее это происходило но это к слову просто значит и для того чтобы разогреться сегодняшний вебинаре я рад вас видеть слышать дорогие друзья дайте обратную связь а то я увлекся уже да спасибо ольга да не будет спасибо все я понял да 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 все спасибо идем дальше значит смотрите я практически использовал все материалы которые не удалось прошлый раз вам прокомментировать есть дополнительные дополнительные какие-то мысли и информация определенная которая важна будет сообществу народской вей вот и пройдемся тогда по плану я хочу показать вам фотографии по нигерии прокомментировать их иначе я потом забуду их просто давайте с них начнем так сейчас окей не покажу значит видно фотографии это мы ведем переговоры сейчас я возьму отсюда метку значит франтишек solar ваш покорный слуга эта группа это дэвид руководитель компании это финансовый руководитель и юрист и это технический руководитель компании или специалист они создали специально компанию под сотрудничество сосковей капиталом и что и как дальше сейчас мы узнаем немножко то есть что дальше дальше мы я и франчик соло подписали меморандум взаимного понимания или как мы понимаем свое развитие видите здесь есть наши печати здесь еще вариант где их не печати нет сейчас у нас реальный документ езди их печать стоит вот весьма я подпись франчика подпись solar от компании вот этот здесь документ он называется мол меморандум of understanding между компаниями одним из важных моментов я почему эту фотографию здесь хотел вам показать это то что прошла на второй день по моему на второй день прошла встреча с директором департамента президент при администрации президента по вопросам инвестиции инфраструктуры проекта инвестиций он когда прослушал всю информацию про наши технологические возможности и в особенности как показал ну просто говорю вот смотрите мы провизионировали сделали анимацию в таллине и показал где в таллине проект как бы бегают еще в 2017 году было сделано все это видели вот он это посмотрел сказал супер вы знаете давайте об этом говорить дальше результат этой встречи с ним значит даже не столь важен этот меморандум меморандум это в какой-то степени ну скажем так перечень понимаем ли мы одинаково то что мы собираемся делать а то что он сказал это уже . или скажем толчок дальнейшему к чему дальнейшему он сказал очень четко он сказал что да я согласен с вами что в меморандуме там надо указать что мы ищем адресные проекты или пилотные проекты чтобы адресный проект реализовать все сразу начать невозможно надо начать самого выгодного самого эффективного проекта и дал время сказал что друзья кто вы тут он как раз сказал вот ваша группа здесь сидит давайте значит ваша работа до апреля месяца пожалуйста давайте разберемся я вам помогу разберемся в том что мы будем делать в этой самой кении почему да потому что верстается бюджет следующего года кений и он четко видит необходимость необходимость в как бы включить так называемые предпроектные издержки в этот бюджет предпроектные издержки то есть финансирование государства кений очень своеобразная страна там скажем мало если не сказать что вообще официально не распространено так называемые народное финансирование она даже где-то запрещено и не дай бог где-то что-то проявляется что используются какие-то сетевые методы это очень криминально вот и поэтому но инвестировать внутрь страны внутренние проекты пожалуйста и поэтому там сложилось очень интересное видение модели но это все должны подготовить наши партнеры прислать нам значит ответы на те вопросы которые мы в процессе им задали и это очень важно идет процесс дальше вот так что так что это все франчишек очень радуется я не случайно ведь и тут мы а тут мы с ним жмем руку друг другу значит но когда вот этот товарищ директор департамента администрации президента в конце значит сложил вот этот буклет и все которые ему были даны после бесед после обмена мнениями а еще что его очень хорошо заделал это то когда ему было сказано что вы поймите правильно что вы построили большую китайскую железную дорогу 500 километров из из народе до морского порта на берегу индийского океана большущие деньги забил то есть два или три поколения народа кенийского будут оплачивать этот проект да он хороший насколько там об этом еще чуть поговорим вот но это проект ненародный наши подход позволяет государству вложиться на какой-то стадии при личной подготовки когда риски еще достаточно высокие вот а впали последствии выработать предложение как народ может сам участвовать в своем национальном проекте и вот когда он это понял он сказал все мы с этим работаем и я так чувствую я не даже скажу вам не если а когда он выделил два слова когда мы сделаем этот проект я следующий президент кений мы встали пожали друг друге я пожал руку еще и франчишка игры франчишек пожалуйста вот подтвердить то что мы готовы над этим работать то есть вот таким образом вот мы идем с переговоров и вот смотрите картинка значит что они сделали как они большая большая высокая плотина они по крайней мере сделали то хорошо что не пресекли но как бы подземные различные к воде там все что матушке земле а построили большинстве в своем построили такую плотину которая идет над землей и а национальный парк большой национальный парк там десятки километров идет на специальных столбах это трасса железнодорожная на достаточно скоростная 250 до 300 километров в час но сегодня в день ходит там два состава до комплектуется большой состав он идет но все два и эффективность трассы невысокая понимаете и отрабатывать отрабатывать средств нету чтобы запустить там интенсивно ходить поезда и теперь представьте что аналогично параллельно допустим рядом построен skyway мы можем запускать через каждые две секунды состав причем не составы а специальный юникар на этой трассе не выгодно мелкие вагоны отсылать один вагон бог знает сколько весит понимаете его 1 гонять это нерационально что нельзя сказать и это не касается нашей технологии то есть у нас есть преференции очень выгодны и поездка в кенью показала что там еще можно работать и сама среда она значительно скажем так ну цивильнее в области и экономического понимания и взаимоотношений хотя все страны от севера до юга и от юга и запада до востока они все в определенной степени коррумпированы но тем не менее функционировать действовать можно и нужно так с фотографиями я сейчас завершу дорогие друзья так я посмотрю кто тут лилия попробовать тут тут кене или не керри в кении в кении это уже в кении друзья вы отстаете вячеслав вы отстаете от истории речь о поездке в тенью спасибо там северной skyway на такой плотине можно в 1 делать да про конечно 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 там у меня есть а вот покажу вам вы увидите на фотографии есть эти значит вырезка из газеты я вам покажу ее эти да хорошо всем видно трасса 13 километров в найроби и между на руби и городом там один сейчас скажу небольшой город спутник с населением почти миллион так построена дорога видите с одной стороны для две полосы с другой есть еще боковые развязывающие и посередине большая платье нога не хотят посередине носятся с идеей построить мало скоростную дорогу ну и что и когда задал вопрос ну хорошо а вы перекрестки то все равно будут где то есть начало где то есть конец что вы там будете делать и вот ответа на этот вопрос не было это первое потом очень большая очень большая работа подготовительная работа сделана сделано в порту и не арки не в порту значит ну ладно об этом мы отдельно поговорим я сейчас не буду все показывать вот так вопросы там у нас есть нет так идем дальше теперь смотрите начинаем по очереди прошлый раз очень важно я хотел остановиться на нашем развитии реактивности про активность это это принцип который дает возможность ориентироваться на квантовый мир на новое время которое мы идем желаем осознаем мы это или нет я хотел с вами поделиться но вы знаете интересная история произошла между тем как был прошлый вебинар и сегодняшним моментом когда с вами этим делюсь то есть уже события сами показали что делаешь с другим делишься с другим обретаешь сам приведу более ясно что такое вот когда мы реагируем на внешние обстоятельства и события нашей жизни мы имеляемся следствием они причины то есть мы игрушка в чьи-то руках мы не создаем реальность реактивны они про активны и вот конкретно не буду говорить есть проект в котором мы вот члены правления там значит ваш покорный слуга группа адресных проектов подготовки пошли на поводу у партнера в какой-то момент вот и он постоянно нас нами начал манипулировать то есть это надо сделать это надо сделать вот и мы постоянно становись мы реагировали на это и никак не могли выйти из этого круга и вот как только я посмотрел прочитал что я вам хотел преподнести я поделился с коллегами говорю так из этого режима выходе и сегодня могу вам сказать что за неделю за неделю мы вышли из этого режима и процесс пошел уже в новом качестве дальше понимаете следующее если мы живем без персонального роста или изменения собственной натуры мы не создаем для себя новые духовные уровни бытия я так полагаю то что мы получили урок опираясь вот на этот принцип мы уже вложили определенную долю сюда то есть мы работаем и в этом направлении когда мы позволяем внешним силам воздействует на наши чувства извиняюсь у меня немножко простывший как положительно так и отрицательно мы теряем контроль кто-то скажет ну что это такое что я совсем без бездушная личность или бездушное существо которое ни на что не может до можете каждый выбор делается но вопрос том как воздействовать на чувство позволять это делать положительно или отрицательно энергия нужна и здесь нужен контроль контроль над тем на что мы реагируем и как мы реагируем я сам очень часто себя на этом ловлю больше всего прокалываюсь знаете вот в этом пункте где дороге когда еду на автомобиле внешние обстоятельства воздействует на наши чувства причем не всегда положительно понимаете хотя бывают и положительными положительно мы смотрим на различные передачи и прочее то есть тут надо быть очень осторожным я прошу это осмыслить я не буду разжевывать все это поразмыслить надо хорошенько над этом каждому кто хочет идти дальше когда мы ведем себя эгоистично или самовлюбленным мы не делимся с другими а вместо этого ублажаем свое эго и это так дорогие друзья и вот я вернусь в начало когда он сказал что делишься с другими обретаешься абсолютно факт это можно еще сюда добавить поразмыслите пожалуйста над этим хорошенько доступ в этот это будет и идем дальше следующий вопрос к прошлому вебинару был вопрос там комментарий что обращались что вот боливия там много интересных проектов и другие рынки как что мы там будем делать латинской америке мы сейчас как бы не занимаемся этим и тогда не надо бояться дорогие друзья как я уже говорил что в первую очередь для нас очень важно подготовить несколько правильных проектов с которой мы можем идти дальше отработать технологии что тут греха то и мы по всем процедурам сами сертифицируем себя лишь понимаете идет опытная отработка да мы смотрим как строительные проекты мы смотрим как транспортные проекты делают но есть целый ряд вопросов которых ну нет аналога в мире их приходится отрабатывать поэтому на латинском рынке латинской америке у нас идет сотрудничество мы уже вот скажем как с лета прошлого года если кто помнит мы с франшишком соларом из из аргентины с партнером были в экотехнопарке вот период прошел уже больше полугода но процесс продолжается и я думаю так что ближайшее время вы услышите что мы уже в аргентине причем там есть вопросы которые надо будет решить еще и в бразилии и в той же самой может быть баба лиги хотя есть более интересные варианты где есть финансирование и где можно идти дальше посещение к технопарка отношение к этому мои комментарии откуда это возникло из какого с какого рожная об этом стал говорить вам смотрите прокашляться была группа грузинских товарищей господ минске вот хорошо было подготовлено спасибо алексею дьякова он положил здесь много своих сил нервы на все это дело но тем не менее но отношение тех кто там были был такой момент когда и это это мне нравится это мне не нравится и и так далее дело в общем дорогие друзья что экотехнопарк эта площадка на которой показывается то что все действует теперь если кто-то будет в том числе и я я тоже очень привередливый товарищ я знаю как металлоконструкции свариваются но если я придирчиво стал бы рассматривать все эти конструкции которые там сделаны я мог бы нарыть два листа перечень недоделок который там есть но вопрос то не в том чтобы мы облизали и сделали на первом этапе сделали а важно то что функционирует а что соблюдаются нормы по децибелам там по скорости по количеству операций так далее все то что задекларировано в технической документации вот что важно и поэтому к этому надо очень достаточно достаточно адекватно относиться и очень хороший значит был вопрос да там кто-то сказал что вот трамвай в дюссельдорфе юнибус в экотехнопарке это небо и земля да конечно юнибус в экотехнопарке это завтрашний день а трамвай в дюссельдорфе это вчерашний день вот это у них скажем различие что общее они оба транспортные средства в дюссельдорфе трамвай прошел отработку двухсотлетним почти 200 лет то есть он пришел мы сколько вы помните сколько мы делаем юнибус вот и вся разница это различие понимаете это очень важное различие это не к тому что я хочу сказать что да давайте эти игры о грехе как бы учитывать это оправдываться нет это для оправдания для понимания о чем мы говорим когда мы будем сдавать показывать сдавать проекты естественно должно быть полностью полное соответствие тем нормативным актом которые значит требуются минимальные требования выполнены в эко технопарке поэтому тут никаких противоречий нет существо нашего развития 2019 20 год будем говорить понимание содержания адресных проектов рассмотрим свод свод напоминание свод анализ даже не свод анализа так называемые сильные стороны слабые стороны возможности опасности об этом в конце поговорим и пару слов про экофест начну с конца значит 4 экофест 2019 год он будет никому не надо сомневаться звучат различные вопросы да будет не будет где он будет у нас все будет теперь там или там или значит пустыне не волнуйтесь друзья экофест будет там где он начинался что дальше будет там будут другие кофе но у нас свой народ скайвей не волнуйтесь экофест будет а когда узнаете за 90 дней так как всегда или последние годы было обещано за 90 дней за три месяца скорее всего это вторая половина окончании куда-то куда концу лета или как во второй в любом случае во второй половине лет это это однозначно известно и что я сегодня еще могу сказать я что-то вверху по похоже и прошлый раз когда если я не знаю там слышно было или нет что принято решение что мы будем готовить новый формат участия скамей капитала в экофесте предстоящего экофеста вот этого года будет интересно не волнуйтесь вот слушайте следите за рекламой как говорят в этих самых так кения как так как что опустить уровне перекрестка так то есть мы вы признаете что вы про участники какие там участники до иного вячеслав прекратите там ерунду болтать так идем дальше значит смотрите повторяюсь что мы сейчас имеем инвесторы акционеры это ядро это народ скайвей куда мы идем мы идем тому что в какой-то момент будет создан фонд кооперации значит есть уже создан всемирный фонд экопланета который учредила skyway капитал в эстонии стопроцентно является его собственником адресные проекты skyway капитал эстонии будет участвовать в адресных проекты какой-то процент и так далее значит адресных проектов будет на этой стадии но что она для нас главное для нас главное не адресный проект адресный проект является не целью а средством средством чего создание компаний по эксплуатации тех трасс или тех объектов которые возникнут и будут возникать в результате адресных проектов теперь что здесь важно важно то что будет какое-то участие эти вопрос фонд все зависит от того кто поскольку и как скорее капитал какой-то но что железно сегодня известно минимально global transport investment который владеет технологии skyway минимально в каждой компании которая будет эксплуатировать созданные или результаты и объекты созданы в результате адресных проектов будет минимально иметь как минимум 25 процентов если там будут какие-то другие условия то это может быть до 50 процентов там разные варианты и отсюда только и это источник дивидендов и выгод которые мы получаем это начинает функционировать начинают присматриваться к акциям на айпио начинает поступать суммы для дивидендов и инвесторам проекты кроме того проект 1 2 2 3 4 плюс gti деньги пойдут для того чтобы оплачивать дивиденды тем инвесторам которые проинвестировали были лояльны проинвестировали технологию skyway создание всех 15 этапов и всех выполнения всех тех задач это очень важно ради друга друзья понимать вот что является как бы ядром и как мы идем дальше и вот если у кого-то возникают вопросы задумайтесь посетите посмотрите эту схему что неясно задавайте вопрос что еще второе как бы видение значит там есть вопрос у товарищей сегодня что возможность продажи токенов через личный кабинет кому-то другому инвестор нет такой возможности нет и не будет почему да потому что все осуществляется через площадку платформу skyway она является основой понимаете когда она выйдет когда она будет готова и так далее то есть это чтобы исключить возможные всякие спекуляции обманы и так далее хочешь рассчитаться хочешь сдать и продать свои токены пожалуйста сюда не только на то что стоит за токенами правильно так сказать вот сюда отдать получишь в обмен а уже тот тому нужно тот возьмет отсюда кроме того сегодня если мы выходим на и силу то есть и какие-то другие платформы которые будут сотрудничать дальнейшем уже созданной skyway группе компаний skyway свои платформы skyway то есть таким образом сообщество которое мы делаем она настроена на сотрудничество и это здесь видно то есть мы работаем над тем чтобы были бы проекты локальные и это будет в первую очередь работать на обеспечение дивидендов тех кто вложился в технологии теперь следующее дорогие друзья 2015-18 год смотрите я повторюсь становление инвестиционного процесса и проведения финансов в проект skyway так так значит структура строилась техподдержка банковские операции информационная поддержка мотивация перевод переведено более чем на 20 языков мира освоение регионов массовая работа 2015 за три года что дальше skyway capital эстонии я сейчас здесь не затрагиваю это момент когда заканчивается основная технология и начинается как бы сотрудничество уже проектное сотрудничество с головной компанией skyway capital основания фонд и фонд кооперации инвесторов это как бы узловые звенья будущего процесса 2018 по 2021 создание организационный провод базы для развития развиваться надо надо масса разных интересных вопросов не буду сейчас даваться подробность выход на дополнительные рынки инвестиции в адресные проекты есть очень интересный пенсионные фонды они ждут они просто ждут не буду не смею сейчас вам говорить об опыте который может возникнуть здесь вот в эстонии со скандинавском пенсионным фондом укрепление сона процесса лес команды плюс локальное сио это укрепление инвестиционного процесса это работа команд это те кто догадаются а многие уже догадывается что надо создавать свои инвестиционные предприятия то есть команда то что мы делали в процессе инвестиций в основной технологии это из команды из предприятия о котором я неоднократно вначале говорил вот это тот кто создал тот сделал себе задел на десятилетия вперед участие в различных адресных проект инициации комплексное обеспечение адресных проектов наша задача вот всего этого сообщества и участие в создании транспортной сети эксплуатации почему да потому что отсюда дорогие друзья вот они эксплуатации отсюда идут все основные денежки не из адресных проектов адресный проект этого промежуточный этап того чтобы начало идти цепочка поступлений теперь адресный проект его кластерное содержание это понимание из чего может состоять объект который включается в адресный проект инфраструктуры составляющие к кластера это все там это могут быть и другие транспортные системы которые до сих пор работали плохо плохо мы делаем проект мы их подключаем и они включаются в наш проект и участок это парковочные дома и кассеты парковочные они очень будут востребованы потому что иначе не разрешить задачи развязки различных транспортных узлов это невозможно это уже все эксперты говорят логистика перевозки пассажиров и грузов сопряжение существующей сети мы не можем зачеркнуть существую сеть существующую сеть но и и использовать его и и использовать и усилить использовать ее возможности мы просто обязаны и это тоже элемент кластер и клан электромобилей дроны включаем проект они нам нужны это элемент нашего объекта и через это тоже будут идти дорогие друзья доходы понимает из которых будут вычисляться прибыль а прибыль для нас что это святое это основа для получения или расчета по дивидендам агрокомплексы тоже и это ответ на вопрос а будем ли мы с этого получать или не будем будем если мы будем это использовать проекте понятно будем дорогие друзья но это не значит что теперь мы сядем и будем ждать со всех со всех агрокомплексных проектов которые где-то будут будут нам эти дни нет если проект который мы сделали в нем включен агрокомплекс как элемент участия в объекте проекта добудем это технологий очистка планеты это различные переработки мусора и прочее энергетические решения линейные города и поселения социально-экономическим наполнением это очень важно вот транспортные инфраструктурные проекты возможных партнеров плюс еще понимаете это еще плюс ведь смотрите чтобы усилить чтобы усилить даже тот же самый китайскую ту же самую линию которая существует сейчас в кении здесь есть много чего поделать чтобы это все использовать в лучшую сторону выгоду для инвесторов и для нас народов скайвей очень важный момент здесь есть друзья дальше позволю себе напомнить вам а что такое адресный проект во времени мы забываем поэтому думаем о по сегодня сказали адресный проект из точки а в точке б а по через полгода он уже построен и начинается фаза эксплуатации нет это знаете как в рождении человека никак не миновать 7 9 месяцев можно миновать но и там будет тогда то что будет понимаете так и здесь первые три этапа от нулевого это от инициации адресный презентационный материал и там прочие дела расчеты предварительно предпроектные предложения адресного проекта проектная фаза вход в нее это минимально 5-6 месяцев нормально до года вся практика которая сейчас существует по тем проектам которые вот эти фазы уже почти прошли вся показываешь это год полтора года вот здесь понятно да четвертый этап это проектно-изыскательная решительная документация которая занимает но она частично входит вот этот год полтора и частично сюда два с половиной пять лет то есть таким образом если вот тут не лукавствовать а сказать очень четко иван иванович который задал не мудри скажи сколько времени на адресный брэк самый лучший вариант это будет значит три четыре года три четыре года при особо выгодных обстоятельств два с половиной три года и когда начинается фаза эксплуатации то есть до того можно заработать но не сильно на прибыли от строительства но наша задача опять-таки зарабатывать не от от прибыли строительстве это тогда мы будем зарабатывать если нам заказчик не даст возможность эксплуатации учиться участвовать в эксплуатации да тогда туда будет заложена прибыль теперь возникает вопрос а что будет происходить в объединенных арабских эмиратов вы понимаете там значит мы участвуем выгода которая оттуда получать через компанию которая там создана жить я и с нашим арабским партнером значит до сих пор официально не имели права публиковать участие но предположим что этот процент нашего участия там 60 процентов арабов 40 предположим да то естественно от всех выгод которые будут получаться они будут делиться скорее всего по крайней мере об этом была речь когда прочитаем на бумаге узнаем это точно даст бог это будет значит что 60 процентов делится в первую очередь выгоды все или доходы прибыль извиняюсь делится 60 на 40 и каждая сторона занимается этим уже на свое усмотрение есть скорее всего обычно компаниях есть и вариант сколько идет на развитие так что вот примерно какая база всего того что о чем мы можем говорить о чем мы можем говорить так задайте вопрос конце органируется был ближайшее время продажа токенов за деньги нет нет я вам сказал что все такое продажи токенов за деньги площадка только через нее когда запуск токенов при каких условиях узнаете когда я не знаю скажите пожалуйста доли компании перейдут в акции после окончания но друзья блин я извиняюсь значит и что такое доли что такое акции они сейчас акции дорогие друзья вы посмотрите чем является евразии на рейлс к висе сам сколдинг долями не названы для того чтобы никто не придирался бы а фактически это есть акции вы посмотрите что у вас написано в вашем сертификате там написано что акция номер такая то по акцию номер такует понимаете но они являются акции не внутреннего учета живыми конвертируемыми акциями они станут когда будет выход на и пиво вот и вся разница это 15 этап может быть и до 15 этот выход я не исключаю это можно сделать если кто-то сообразит что имеет смысл это сделать на мой взгляд это не имеет смысла делать это мой если бы у меня спросили я бы сильно сказал не рвитесь вперед поперед батьки в пекло сначала надо созреть а потом идти выходить замуж также из выплаты дивидендов другие истории друзья потому что дивиденды можно выплачивать как только будет прибыль которую можно и нужно будет вот у жить я ведь я же говорил вам неоднократно что по результатам 2018 года я не исключаю что будет какая-то сумма которую в 2019 году компания могла бы выдать на дивиденды но рационально ли это очень вопрос вот и это выгода не от проектов понимаете да и всегда могут обвинить в том что друзья вы с одной стороны собирайте инвестиции а с другой стороны за счет инвестиций иванова петрову платите дивиденды это некорректно поэтому вот мой совет или если бы у меня кто-то спросил иногда спрашивают что дивиденды надо начинать только из тех доходов которые получены проект как только проект будет как только будет инвестиция будет конкретная прибыльная часть у этого проекта доход на прибыль на дивиденды можно и нужно платить да правильно 21 год 20 21 год скорее всего до адресный проект эмиратов может быть эмиратова может быть еще что-то по вашей каком году можно ожидать первую выплаты виды вот значит вячеславом сказал 20 21 год я я ожидаю девятнадцатом году много интересных моментов не буду сейчас спекулировать вот мы много чем интересным узнаем в лучшую ну как бы с хорошей стороны всего этого дела сертификат соответствия хотел об этом вам пару слов сказать видите научно-технический центр тртр продукция 412 комплект оборудования подвижного состава состоящий из частей перечень идет всего да он сертифицирован дорогие друзья и вот теперь что с этим сертификатом дальше делать кто-то мне сказал засуньте этот свой российский сертификат себе в папку хорошем смысле этого слова и ходите с ней хвастайтесь если у нее дорогой друг ты знаешь что эта организация она является членом различных там международных организаций и очень котируется кстати поэтому когда почему это не значит что мы пойдем там начнем трясти этим сертификатом давайте сейчас нам все разрешили нет она является основанием поднимается за эти за сертификатом стоит куча вот такая папка еще документов поднимаются документы берутся за основу при привязке конкретно вот этого юнибуса или это не не бус ну не знаю я небольшой специалист скорее всего не бус или уникар о 4 210 это скорее всего не бус вот и его привязка к конкретной трассе если мы его используем например там где-то где мы его используем те же объединенных рабских эмиратах например но его надо будет привести в соответствии с требованиями которые дополнительные требования не учитывали здесь это дополнительные требования функционирования или его эксплуатации в условиях пустыни или же тропика там есть это это будет все это пустыня а как вы знаете что наш проект дает возможность превратить значит цветущий сад эту пустыню и это будет поверьте мне я как-то этом не сильно не сильно сомневаюсь в этом вообще не сомневаюсь сказал что он будет из внутри созданного фонда выплачивать это дело хавратова у него там есть свой фонд да не буду сейчас это не моё не мой бизнес не буду рассказывать почему это вполне возможно почему бы не пообещать пообщать можно все будет это в реальности время покажет а вы в каком александр с а в каком году планируете покупать авто но в двадцать первом как и говорил чуть-чуть засомневался но я думаю что вполне реально будет потому что я достаточно немало проинвестировал может быть удастся за счет продажи каких-то еще и токенов не токенов сколько сколько акции но это процесс сейчас начинается запускается я думаю что ресурс будет так будет ли еще обратный выкуп будет будет не волнуйтесь марго это не обратный выкуп это так называемое рефинансирование это не совсем обратный выкуп можно за бутылку купить сертификат можно а можно не купить в проходе можно диплом купить понимаете все вопрос том как он приобретен и это реальная цифра или это иван иванович или петька написали фунета в гараже эту цифру чем вопрос а то что можно купить я с вами согласен ровно так как и диплом доктора можно купить и ходить размахивать им а когда значит квалификационную комиссию вратятся как не такого номера не понятно да так в мае говорилось об адресном проекты для далай-лама конечно говорилось заглох ли этот проект или продвигать вот вы не следите владимир я вас упрекнул но это так для словца красного значит дело в том что если вы знаете как вообще идет или пошел процесс в индии то про тот штат в котором при котором или скажем примыкает резиденция далай-ламы он поддерживал это политическая сила с которой к сожалению нас подвели нашу головную компанию или наших партнеров подвели под эту сообщество значит под это партнерство ну нет опыта но понимаете нет опыта вот мы связались политической силы и что в результате прошли выбор значит оппоненты этой политической группы там же идет борьба мощнейшая они воспользовали сказали о всю негативную информацию что этот эти политиканы связались с прохиндели из белоруссии это не транспорт это вообще про и когда наталья дар пришел к министру транспорта у того на столе лежала папка газет как он говорит где говорили обо всем том какой он персонально и все то что он затеял что это все дерьмо но счастью министр транспорта сказал вы знаете я понимаю что такое политика давайте проведем нашу беседу но вы понимаете что процесс затормаживается потому что через стену не пробиться вот и поэтому там процесс затормозил сейчас сделаны перегруппировки вот не что до воспользовались тем что значит там были сделаны предоплаты правда небольшие но авансовые выставлены они не пошли дальше к сожалению да и так далее так далее сыграли на том что там миллиардный заказ был вот том числе и то что с далай ламы к сожалению далай ламы не было средством самому так и предполагалось за счет дополнительных средств которые будут вот в этом проекте финансировать ту часть вот все что я предполагаю частично предполагаю выдумывай а большей части это как раз так и было вот теперь будет ли внутренняя биржа после закрытия так 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 с далай ламы мы разобрались кауле биль кауле биль дала ему всю жизнь и проводит на регуляции этих сил себя в жизнь в этом да да вячеслав и он 14 долл ай ламы кто проводит ну ясно так продала вам и давайте не будем мозги себе сейчас сильно забивать так там вопросом нету идем дальше время быстро бежит концу это мы все знаем здесь я не останавливаюсь теперь смотрите еще раз по времени значит вот видите здесь более-менее я спрогнозировал длинный путь до 2014 года очень хороший прогноз 2014 15 приземление экотехнопарка строительство начала сертификации семнадцатый год становление сертификации подготовка адресных проектов начало строительство по адресным проектам семнадцатый девятнадцатый год друзья все на выдание вот 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 родится да что тут вот родиться смотрите у вас там начать и я просто радовался как вы обмениваетесь информации 2019-2021 завершение основных сертификаций в том числе высокоскоростной строительство адресных проектов развитие технологий скови это еще не вечер далеко не вечер анатолий двор здесь умеет лучше рассказать я просто себе есть за ухо поставил что там много чего развивать посмотрите на 100 ответов 100 вопросов 100 ответов выходы на и силами айпио и то это реально создание транспортной сети транснет что это такое транспортная сеть транснет это дорогие друзья много-много-много компаний по эксплуатации транспорта с кавей в рек который возникает в результате каждого адресного проекта лучше такое транснет причем это не только наши компании а это и компании и сети наших партнеров что это значит мы идем на втором уровне ну назовем это вторым уровнем это не значит что пропадают все на земле все трамваи троллейбусы поезда мы с ними стыкуемся и совместно создаем общую транспортную сеть пересадки стыкующие и так далее это так же как сейчас аэро скажем воздушные линии работы в том числе аэрофлот кстати вот и с воздушными линиями мастер и с морскими линиями стыкуемся и это есть все транснет то есть вы же знаете что интернет скажем так возник из чего из отдельных телефонных сетей и за отдельных телеграфных телетайпных и прочих сетей а сейчас это мощнейший международная всемирная информационная сеть интернет транснет это транспорт причем пассажирский любой другой грузовой и так далее это вот для понимания да и и для ориентации теперь к самому сладкому значит что у нас тут с вами по поводу сильных сторон сильные стороны стрэнкс слабости opportunities возможности и трэц опасности и вот смотрите читать вы умеете это все уже мы проходили но важно то что какие слабости существует вот добавлены красным инвесторы подключаются к рынку со 181 дня то есть долго 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 задумываются не подключаются и это средняя цифра понимаете да кто-то 300 дней кто-то 100 дней и так далее это слабости наши это значит что-то где-то мы не дорабатывали почему сейчас это важно это важно сейчас потому что мы отрабатываем основную технологию то есть то чем мы будем бизнес делать понимаете и готовность комплексного обеспечения адресных проектов этим пока никогда хотя вот я задал вопрос надежды геннадьевне косаревы она сказала не волнуйтесь дело в том что мы сейчас создаем центр проектирования центр проектирования больших у большущий который будет заниматься не только проектирует но и обеспечений и это славно причем очень квалифицированно было все объяснено и это радует слабости почему потому что используется сильные стороны какие у нас возможности рост стоимости выше 1 доллар то есть выше номинальной стоимость возможность возможность многоуровневая капитализация да за счет проектов много уровней капитализации что значит многоуравнивая до5 к тимик succeed от ацтей есть рост так называемый выше на гирже выше номинальной стоимость это капитализация капитализация это при дивидендах это капитализация капитализация второй уровень капитализации третий уровень капитализации это возможность участия других адресных проектах своими акциями которые выведены на рынок ценных бумаг мере Получение и рост дивидендов. Участие акциями, я тоже сказал, рост международной известности, расширение рынков. Очень мощнейший, вот даже сейчас еще многие задают вопрос, где у вас действует? Ага, вот здесь, все, давайте идем дальше, давайте готовить. Все понимают, что отстал, потом вообще не попадешь в реестр тех, кто могут заказывать. Планетарная потребность Скайвей, это просто фантастическое, вы знаете, это вот, чем больше ездишь, тем больше воодушевляешься. Создание сообщества народ Скайвей, очень важно, и это большой потенциал. Не хочу сейчас вас, как бы, вперед обнадеживать, значит, и много чего-то говорить. Когда созреет, будет сказано про фонд инвесторов Скайвей, о котором мы уже второй год говорим, вот, но он зреет, потому что все должно созреть в свое время, к счастью, это надо понимать. Иногда хочется впереди паровоза бежать, ну, что ж поделаешь, бывает, бывает. И опасности, риски смещения сроков. Это мы ощущали, ощущаем. Риски различных противостояний, риски различной дубликации, подделок тоже уже начинают проявляться. Но, пардон, там профанация полнейшая, слабая правовая регуляция народного инвестирования. Сегодня, вот, я буду сейчас отвечать, там был вопрос, а что с Литвой будем делать, да? Отрицательное влияние псевдоплощадок, каких их только нету, чего они там только не придумывают. И вот, морочат людям мозги. И те, кто вот так вот головой верьте, знаете, как в трамвае, значит, смотрят, что где происходит. Они сориентировались, не сфокусировались на основном. Те, конечно, тех заморачивают, начинают измышления различные и так далее. Отставание мышления от процесса развития. Ради этого я начал сегодняшнюю нашу встречу с того, что давайте будем проактивными, а не реактивными. Нападки стороны различных ДЖ, доброжелателей. В последнее время, чем дальше и чем сильнее мы становимся, тем больше, тем большие собачки начинают на наш караван гавкать. Понимаете, ну что ж, как к этому относиться? Многие говорят, да, с этим надо бороться и так далее. Нет, это надо использовать в свою пользу. В той же самой я плавно перейду к Литве. Значит, смотрите, что произошло в Литве. Один из наших инвесторов, значит, попытался там выступить на сборище банкиров. И что самое интересное, у него еще хватило ума ходить по коридору и их начинать, значит, привлекать к инвестициям. Все, как он только это сделал, сразу первым делом, там кто-то уже прямо с этого, значит, с этой конференции посмотрел его Facebook, сказал, опа, ну ты, мужик, сильно попал. Прорыли все и начали полную волну нападений. Значит, не буду сейчас говорить, что там еще было. Что дальше будет? Значит, подписан договор, мы нашли хорошую адвокатскую контору, вот, было сделано, но мы не хотели отсылать тут доморощенные никаких заготовок. Отработаем, значит, ближайшую буквально неделю отработаем с адвокатами, отработаем письмо, которое будет отправлено в банк, и банк просто должен будет успокоиться, потому что, скажем так, оснований больших нет. Они там перебирают, ибо в Литве, ну, Литва есть Литва, мы знаем, что происходило два года в Литве, и потом прокурор это дело все закрыл и сказал, прекратите. Так что, ну, скажем так, там есть две причины. Первая причина еще, вот почему, потому что, вы знаете, когда хочется, значит, отвлечь внимание от вора, они показывают пальцем в сторону, во, на воре шапка горит. А сам-то вор, понимаете? И то же самое происходит сейчас и в Литве, потому что, во-первых, президент, и это было там объявлено, я никакой новости не говорю, получала, получала, я не исключаю, может, получаю, может быть, уже нет, от Сименса взятки, которые ей приносил министр транспорт, он в этом честно признался. Понимаете? Она президент до сих пор. Это государство, которое радеет за то, чтобы инвестиции никуда не проходили, не уходили из государства. Понимаете? Банки, то есть, еще более, я должен вас огорчить, что банковская система находится на краю краха, то есть она уже давно в крахе. Ее поддерживают некие другие механизмы подготовки мира к, скажем так, к апгрейду, финансовому апгрейду. То есть, хопа, и все. С этого момента давайте играть вот по этим правилам. Об этих правилах нам никто не говорил. Поэтому будьте готовы, будьте внимательны, будьте проактивны, не становитесь, значит, можно много на эту тему говорить, не становитесь, значит, следствием, постарайтесь быть причиной своего благополучия в будущем, в том числе. Столько по Литве, там еще был, значит, вопрос, сейчас я с поргалки посмотрю. Да, блокируют пока, и правильно действуют, действуйте правильно, не будут блокировать, потому что вы действуете напрямую, как лом, конечно, вас блокируют, а есть возможности, как это обойти через лишний, почему защита от, да. То есть, я практически на все вопросы ваши, которые были предварительно, ответил. Ага, ну, ближе, когда можно будет заказать себе эко-дом? Да хоть завтра заказывайте, если у вас деньги есть, езжайте в Минск, заказывайте эко-дом. Почему бы и нет? Сертификат, разве не пожизненно выдается после 15-го? Опять надо сертифицировать юнибус? Да, конечно, не юнибус, а надо сертифицировать то, что тогда будет. Этот сертификат является основой. Его могут акцептировать, могут не акцептировать. Там есть сроки, иначе, скажем, вы же представляете, если бы я к вам пришел в вашу контору, значит, делать проект какой-то, да, ее сказал, и принес бы сертификат на трамвай. Сертификат 1914 года. Вот сертификат, он нормальный, все зарегистрировано. Мы посмотрели в архиве, да, действительно есть. Ну, пардон, сегодня этот трамвай уже другие, условия другие. Понятно, да? Это я так образно просто передернул, извините. Когда примерно 15 этапов закроется. Вы знаете, не знаю, но думаю, что скоро. Вячеслав Кулев, вы что-нибудь разумное... Да, согласен. Я вас поддерживал, Владимир. Именно это и делать, что весь мир обращает внимание на нас. Понял, спасибо. Так, да. Сколько стоит эко-дом? Не знаю, про какой эко-дом вы говорите, поэтому эко-дом может быть от забора до обеда стоимость эко-дома, о котором вы говорите. Потому что все зависит от того, так же, как вы говорите, сколько стоит квартира, о какой из квартиры мы говорим, что в этой квартире, какое наполнение, какая мебель этой квартиры, понимаете? На каком этаже она и так далее, и так далее. Там масса, поэтому это некорректный вопрос, Нина. Я прошу прощения. Так, есть ли еще вопросы там? Сейчас посмотрим. Нету. А, я прокомментирую. Так, сделал это. Так, дальше. Ну и все уже, дорогие друзья. Я рад был с вашим общением с вами. Мне интересно, что вы живы, что вы все квалифицированней и все, ну скажем так, более как бы открытыми становитесь. То есть образуется народ с ковид, дорогие друзья. И поэтому что хочется сказать? Всего вам доброго. Поздравляю вас с международным, не нашим днем Валентина. Ну, был такой якобы святой, Бог с ним. Значит, все хорошее надо принимать. Вот, но надо принимать правильно. Я надеюсь, что каждый это поймет по-своему. Друг, он есть друг. Любовь, она и есть любовь. Независимо от того, есть ли этот день или нет. Этот день является точкой, скажем, индикации. Я сегодня позвонил целому ряду, мне позвонили, и я позвонил целому ряду друзей, признался им, что несмотря ни на что, я вас по-прежнему люблю и помню. Хотя я редко с вами общаюсь. Чего я вам желаю, дорогие друзья. В первую очередь, заботьтесь о близких. Нет, в первую очередь, заботьтесь о себе. Заботьтесь о близких. И будет вам счастье. Ибо это самое важное. Ощущение счастья, здоровья, благополучия. Строй сковей, спасай планету. А это делать надо. И вы видели, сколько проектов сковей может сделать. Спасибо. До скорых встреч. Спасибо, Олег, за сотрудничество и всем вам, кто здесь были. До следующего. Следующий вебинар будет через неделю. Я буду во Вьетнаме, из Вьетнама постараюсь найти все-таки такое место, чтобы меня там не выкидывало. То есть очередной вебинар, он следующий. Сегодня не очередной. Я все-таки постараюсь его оттуда провести.